1 мая Каспийск с концертной программой посетил ансамбль песни и пляски Северокавказского округа войск Национальной Гвардии России. В преддверии Дня Победы прославленный творческий коллектив порадовал гостей вокально-инструментальными номерами и хореографическими постановками на военно-патриотическую тематику. Под бурные овации и аплодисменты звучали как авторские песни, так и отечественные народные композиции. В тишине постучалось в двери. Сегодня проходит военно-патриотический концерт по инициативе главы города Бориса Ивановича Гонцова. Был приглашен ансамбль песни и пляски Северокавказского федерального округа в двое национальной гвардии. В честь 77-летия празднования Дня Великой Победы и Дню Труда. Также мы от лица администрации города поздравляем Каспичан с праздником и желаем им мирного неба и счастливых дней. Творческая программа приурочена празднованию Дня Весны и Труда. Заслуженные деятели искусств, артисты и лауреаты всероссийских и международных фестивалей также выступают в поддержку военнослужащих, которые сегодня выполняют служебный долг на Донбассе. Посвятили мы этот концерт сразу нескольким событиям. Это первомайские праздники, конечно же, это День Победы, Великой Отечественной войне. Ну и также концерты проходят в поддержку военнослужащих, выполняющих специальные задачи на Донбассе. Мы подготовили для зрителей достаточно новую концептуальную программу, куда вошли и патриотические песни, и песни военных лет, и песни современных авторов, а также песни и стихи, которые написаны непосредственно в коллективе. С каждым годом Каспийск удивляет своей красотой, чистотой и уютом. Очень уютный город. Ансамбль Росгвардии выступает в Каспийске в рамках гастрольного тура по Дагестану. В ближайшие дни красочные концертные программы пройдут в Дзербинсе и Махачкале. Поздравляю Каспийскам с 1 мая. Мир труд май. Отличная программа. Я очень рад, что пришел сюда. Я всех поздравляю с наступившим праздником, с наступающим. Я пожелаю всего самого людям хорошего, чтобы ценили то, что имеют. Всегда думали о хорошем. И, естественно, что-то для этого делали. Я желаю больше всего военнослужащим, которые сейчас находятся на Украине, крепкого здоровья, исполнить достойно свой профессиональный долг и вернуться живыми и невредимыми своей семье, чтобы таких праздников было побольше.